Сложно представить настоящий детский праздник без красавицы елки, дружных хороводов, веселых песен и конкурсов. Предновогоднюю сказку решили организовать для своих малышей врачи Брестка детской городской поликлиники номер один. Дело в том, что мы все работаем и очень много уделяем внимания, ну скажем так, чужим детям, потому что мы на охране здоровья их. А свои дети, ну как бы менее им отдается нашего материнского тепла. Дети наших сотрудников, точно так же, как и многие дети в других коллективах, сегодня будут водить хоровод, будут встречать Дедушку Мороза, будут зажигать елку. Практикующие врачи с легкостью перевоплотились в озорную бабу-югу, хитрую лису Алису и кота Базилию, доброго снеговика, а также других сказочных героев. Новоиспеченные артисты веселили юных зрителей, как настоящие профессиональные аниматоры. Так, на первый взгляд, они скажут, что Дед Мороз – это травматолог-ортопед, а Снегурочка – медсестра офтальмологического кабинета. Ведь самое главное, что по моему профессии объединяет всех этих людей – это любовь к детям. Детей мы очень любим, мы очень рады их немножко порадовать, такую сказку. Пусть все, вне зависимости от возраста, верят Дед Мороза. Это самые чудесные годы, и в эту сказку нужно верить всегда. Да, и пускай к нам приходят только на утренники, пускай они болеют. Глядя на лучистые детские улыбки, можно было с уверенностью сказать, что праздник удался. Малыши дружно водили хороводы у красавицы елки, отгадывали загадки, участвовали в конкурсах. Конечно, не забывали рассказать подготовленные заранее стихотворения главному новогоднему волшебнику и поделиться с ним своими, пусть немного наивными, но такими искренними и самыми сокровенными желаниями. Я загадала толщиков, много ядинцов и хомяка. Я загадала, чтобы моя мама была хорошая с папой, а я своей маме хочу купить помадку, а папе хочу мяч купить. Снег, снег, снег идет, бераяся улица, собрались мы кружок, загружились как снежок. В эти новогодние дни преобразилось учреждение здравоохранения. В детской поликлинике проходит небольшой импровизированный конкурс на лучшее оформление холлов и кабинетов. Поэтому вполне вероятно, что в коридорах посетители смогут встретить не только пушисто-уютно расположившиеся ели, но и сказочных героев, а также удивительную новогоднюю красавицу из перчаток. Все это сделано для того, чтобы порадовать юных пациентов в новогодние дни. Ведь от хорошего настроения зависит процесс выздоровления. Евгения Мороз, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы.